МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всем тем, кто любит кино! В эфире программа «Профильм» и, как всегда, все самое интересное из мира кино расскажу вам я, Дина Тасбулатова, с берега Средиземного моря в Испании. Среди многообразия современных передач о кино легко заблудиться. Также трудно определиться и остановиться на самой интересной, а главное, полезной. Вы сделали правильный выбор, включив телеканал 24КЗ, чтобы провести это время с нами. Смотрите сегодня. Бог Локи станет заложником высокого здания. Николас Кейдж продолжит работу с режиссером фильма «Токарев». Джон Траволта мечтает стать противником Джеймса Бонда. Мы уже сообщали о том, что актер Крис Претт сменил Джоша Броулина в продолжении картины «Парк юрского периода». В новом интервью актер поделился подробностями о своем персонаже, а также выразил отношение к самому факту перезапуска франшизы. На вопрос, что привлекло его в этой картине, актер шутливо ответил. Ну, знаете, мне понравилось, как они сами говорят. Зачем они его снимают? Это что-то типа «О, да, давайте снова совершим эту ошибку». Ведь в прошлые разы мы так и не освоили урок о том, как нужно взаимодействовать с динозаврами. Мы определенно должны попробовать еще раз». По словам Претта, режиссеру Колину Тревор Роу просто удалось написать какой-то невероятный, поразивший всех по-своему веселый сценарий. Своего персонажа Крис сравнил с доктором Алланом Грантом в исполнении Сэма Нила и доктором Яном Малкольмом, роль которого исполнял Джефф Голдблюм. У него есть все черты обоих этих героев. Эмоциональное отношение к чудесам природы первого и цинизм второго. В свою очередь, звезда фильма в студии Marvel, Том Хиддлсон, получил роль в экранизации романа культового фантаста Джеймса Балларда. Режиссером фильма под названием «Высотка» будет Бен Уитли, известный по британским черным комедиям. Актера привел в проект продюсер Джереми Томас, работавший с Томом в картине Джима Джармуша. Выживут только любовники. «Высотка» – история о шикарном, экзотическом многоквартирном доме. Владельцы квартир оказываются заложниками здания, изолированными здесь в межклассовой войне и деградирующими до состояния первобытной дикости. Режиссер и актер в восторге друг от друга. «Я очень взволнован перспективой поработать с Хиддлстоном в этом проекте. Его роли обычно умны, ранимы и полны юмора, неважно, блокбастер это или арт-хаус». Том в ответ называет Бена одним из самых талантливых английских режиссеров и считает, что для переноса на экран прозы Балларда нужен именно такой человек. Смелый, остроумный и с безупречным вкусом. Прошедший год для Тома Хиддлстона был более чем удачен. Актер снова засветился в картине Тор и готовится ко второй части фильма «Мстители». Предлагаем повнимательнее изучить биографию исполнителя роли коварного, но безумно обаятельного бога Локи, 33-летнего Тома Хиддлстона. После обучения в Кембридже Том Хиддлстон решил получить актерское образование и поступил в престижную Королевскую академию драматического искусства, которую окончил в 24 года. В кино он начал сниматься практически с первого курса. В основном это были телевизионные проекты. После получения актерского образования Том уделял время и съемкам в кино, и театральным спектаклям. Именно театр открыл ему двери в мир большого голливудского кино. На подмостках театра талантливого британца заметил режиссер и актер Кеннет Брэна. Сначала он позвал Тома сыграть с ним в дуэте в криминальном сериале «Воландер», а затем пригласил на кастинг амбициозной голливудской комикс-экранизации «Тор», где Брэна выступил уже в качестве сорежиссера. 29-летнего Хиддлстона утвердили на роль главного злодея Локи, брата Тора и его злейшего врага. «Злодеи меня всегда настораживали. Нужно было играть очень конкретного, специфического негодяя, ни Джокера, ни Доктора Осьминога, а существо, обладающее гроссмейстерским складом ума и способностью безостановочно меняться». Этот персонаж принес актеру всемирную славу. Впрочем, режиссер Стивен Спилберг утверждает, что заметил его еще в сериале «Герои Креста Виктории» и уже тогда решил, что позовет на главную роль в драму «Боевой конь». В 2012 году 31-летний Том оказался на вершине мировой популярности. Он сыграл Локи в блокбастере «Мстители» и короля в телефильме «Генрих V». Больше всего Хиддлстон хочет сняться в обычной комедии в джинсах и футболке. «Отчаянно хочу смешить людей, поскользнуться на банановой кожуре и врезаться в фонарный столб». Актер Николас Кейдж, которого очень часто в последнее время критикуют за фильмы, в которых он снимается, присоединился к проекту Пако Кобесаса под названием «Человек без страха». Продюсировать фильм будет Брайан Сингер, снявший фильмы «Люди Икс». Видимо, Николас Кейдж весьма удовлетворен результатами совместного творческого союза с режиссером Пако Кобесасом. Раз снова согласился продолжить сотрудничество в новом проекте, их первой работой стала криминальная драма «Токарев», которая вышла в мировой прокат в январе этого года. «Человек без страха» расскажет историю человека, которого подставил и посадил в тюрьму начальник. Когда главный герой выходит из заключения, выясняется, что тот, кому он все эти годы хотел мстить, уже стал влиятельным наркобароном. Ситуация осложняется тем, что тот же мерзавец воспитал его сына. Помните, как Джон Траволте менялся лицом с Николасом Кейджем? В картине «Без лица» оба актера имели возможность исполнить как положительных, так и отрицательных героев. Теперь же Джон Траволта мечтает вступить в сватку с агентом 007. Актер признался, что очень хотел бы исполнить одну из ролей в фильме о Джеймсе Бонде. При этом следует заметить, что его больше приезжает роль злодея. Более того, актер признался, что даже ввел переговоры с продюсером франшизы Барбарой Брокколи относительно роли. Она сказала ему, что это действительно неплохая идея. Однако оказалось, что на роль злодея для следующей части он совершенно не подходит. Мне бы действительно хотелось сыграть злодея в этой франшизе и таким образом закрыть свой список антагонистов. Кстати, последнее назначение актера может разбавить негативное амплуа. Джон снимется вместе с Альмой Хаек в драме «Жизнь с тремя собаками» экранизацией мемуаров писательницы Эбигейл Томас. Автор повествует о своей жизни после того, как ее муж в результате аварии потерял память. Она была вынуждена полностью изменить свою жизнь и перебраться с тремя собаками из Нью-Йорка в провинциальный городок, чтобы быть поближе к находящемуся там на лечении супругу. Стивен Кинг назвал «Жизнь с тремя собаками» лучшими мемуарами из когда-либо им прочитанных. Книга была издана в 2006 году и получила высокие оценки критиков, заняв второе место в списке бестселлеров в «The New York Times». Преодолев многочисленные трудности, проект «Черная месса» снова на плаву. А Джонни Депп, ранее отказавшийся от съемок, возвращается в работу над фильмом. В одном из недавних выпусков мы уже сообщали, что практически из небытия проект «Черная месса» был выдернут режиссером Скобтом Купером. Теперь стало известно, что его же усилиями в фильм вернется и Джонни Депп, который исполнит главную роль легендарного американского гангстера Уайетти Балджера. К слову, сейчас ведутся переговоры с актером Томом Харди, который, как предполагается, может сыграть Джона Конноли, давнего друга Уайетти, продажного агента ФБР. На прошлой неделе в Алматы состоялась презентация фильма «Залетчики». На пресс-конференции актеры и создатели картины с удовольствием рассказали о своей новой работе. Для меня всегда Алматы, вообще Казахстан, это была такая культурная столица, которая привозила всегда кино, очень культурная, с Бекбамбетовым. Игра в правду, мы привозили дозоры, елки. Кино всегда очень троганное. Здесь это полотно написано другими широкими масками. Переготовьтесь к этому и приготовьтесь удивляться. Но вы сейчас будете погружаться в мир, в виртуальный мир, нормальный, нашей, вы должны это понять, нашей современной 18-летней молодежи. И она воспиталась на американском кино. Так вот, эта картина радует одно, что это достойный конкурент для американской коллеги. Перед началом показа одна из зрительниц подарила российскому актеру портрет, написанный ей собственноручно. Куценко был приятно удивлен и с удовольствием принял подарок. А можно было сделать на глазах, чуть по лужам. Наоборот, они слишком открыты. Ну, наверное, как и у вас будет после просмотра фильма. Я Гошка Цонко на телеканале 24КЗ для дивизионной программы «Профильм». Сегодня мы, как всегда, постарались собрать для вас все самые интересные новости и рассказать о них в нашей передаче. Смотрите нас, и вы узнаете все о качественном кино. Субтитры создавал DimaTorzok